Здравствуйте, дорогие зрители канала YouTube под названием Paradigm. С вами Алексей, и сегодня мы продолжаем проходить кампанию игры Warlords Battlecry 3. Вот наш варвар, уже седьмого уровня, брутально увеличивается с каждой серией. И сегодня мы, как вы догадались, будем проходить вторую миссию по добыче артефактов до рык Куатля. В общем, отбираем конфетки у злобных хераси, которые бедненькие, их тут имперцы замочили. Имперские штурмовики напали и всех перебили. Итак, сложность очень сложная, хотя я не понимаю, почему очень сложная. Да и камни они фиговые довольно. Описание. Завладел первым даром Куатля, вы узнали, что второй предмет камни Куатля находится у племени сераси, обитающего к западу от побережья. Уничтожьте это племя и заберите камни. Ну что ж, попробуем. Тут из жизни Этерии были заметки. Ну опять берем Орла. Орловых всегда не хватает. Только когда их не слишком много. В общем, их или слишком много, или не хватает. Третьего не дано. Вот как раз. Один Орел и куча галок. Капитан Тан. По-моему, другой уже капитан. Ну что ж, я провел вас по побережью, а в горы вы заберетесь сами. Капитан, там находятся несметные сокровища. Я пытаюсь его соблазнить. Ну, не я, а варвары. От сокровищ немного прогу, когда ты мертв. Я вижу, как солнце играет на наконечниках копий сераси. Не тупой такой. Что ты имеешь в виду? В развалинах на вершине горы сераси сотни сераси ждут вас. Так, может, они меня приветствовать как бога решили. Типа, как майя конкистадоров. Кстати, их история как раз похожа на историю майя, или там, кого там мочили. В общем, предков индейцев, латиносов и всех остальных. Прибежали конкистадоры, всех замочили. Точнее, после конкистадоров еще прибежали. Там такое творилось. Объединенная армия индейцев, там даже генерала американского. Там, не помню, его армию разбило. Но это было только в одной битве, не помню, как она называется. Я же не американец. Последний раз я эту миссию темными эльфами проходил. У них повелитель есть темный. У темных эльфов. Нет, не черный властелин. Каргут называется. Он повелитель пауков, предательства и всякого, в общем, нехорошего. Того, чего маленьким мачекам, любящим своих мам, не стоит делать. В Архаммере тоже темные дары не очень хорошие. Как говорится, высшие эльфы, которые там, типа, самая светлая раса, Когда она становится на темный путь, путь Ситхал. Она становится темнее, чем, например, люди, превращающиеся в некроматы. Да зачем мне камни? Камней тут дофига, вон славу выкопайте. Вот он наш. Кстати, парадигм. Это означает, ну, в общем, устоявшееся мнение парадигма называется. То есть, я такой себе устоявшийся традиционный, не знаю, не вестплейщик, проходильщик на ютубе. Такой себе юный, но уже с голосом таким. Из булавой. Из булавой. Идем. Доступны новые постройки. Готовчись. На кого же этот аватар похож? Я служу только мамой. На Джека Воробья вроде не похож. Доступны новые войска. Джек Горобэть. Это по-украински. А как по-английски, не знаю. Как Воробей по-английски? Кто знает, напишите в комментариях. Хозяин. Вообще, напишите в комментариях. Делайте мне больно. Как вам будет угодно. Делать больно, это моя работа. Я служу только вам, хозяин. А мне все равно, что ты говоришь. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я знаю, что ты там служишь всем, кроме меня. Ты служишь только своим ленивым потребностям. Раб. Я служу только вам. Не делайте мне больно. Я тут новый ванамас Ютуба. Я служу только вам, хозяин. Нет, ну я живу не с мамой, поэтому я не могу быть новым ванамасом Ютуба. Не делайте мне больно. Как вам будет угодно. Ну... Ютубом могу каким-нибудь быть. Ванамасом не могу. Я служу только вам, хозяин. К счастью или к сожалению, не знаю. Варварам вообще, похоже, половину зданий не нужны. Им вообще здания не нужны. Они как монголы. Монголы почему китайцев победили, у которых уже тогда... Нет, не было пороха, но были катапульты. Так вот, почему они победили китайцев, потом еще русских победили? Ну... Или киевлян, что ли? Тогда даже бывает киевская руселя. Новгородская. Или это после захвата остался один Новгород. Исследование завершено. Ваши войска атакованы. В общем, монголы победили потому, что у них не было городов. Они всегда были со своими женами. Они не набежали целым народом, которые пасся на землях, которые, в общем, бесплодные. И там только животные то пастбища временные могут найти. Там и их лошади вот эти вот, хивки-бурки. И они пришли к китайцам. Что вы стену против нас строите? А мы не согласны. И все. И с тех пор китайцы стали более узкоглазыми. Может, они вообще не были узкоглазыми. Вообще, мне кажется, они не были узкоглазыми. Хотя... Нет, все-таки были. То я уж думал, что это потомки скрещенных монголов. Ваши здания атакованы. Как латиносы потомки скрещенных конкистадоров. Аттестадоров и, в общем, женщин-индеек. Инди... Индианок. Кто хочет узнать там, ну, посмотрите порнушку, что ли, с индианками. Ну, или живую найдите там. Проверьте, как у нее, что там скрещено. В каком месте. Идем на войну. Исследование завершено. Нет. А вот пегасам нужна атака. И это скорость к пегасам. Я служил только вам, когда имя. Все к пегасам. Пегасы нам нужны. Пегас, пегас, пегас. Ой, что-то я тупанул. Очень сильно тупанул. Кстати, у меня микрофон очень фиговый. Я его за мало денег покупал. Настолько мало, что мне даже стыдно говорить, сколько я его купил. Сказали, для скайпа сгодится. Правда, в скайпе я им ни разу и не общался. Я вообще... Ну, в скайпе я общался, но с микрофоном нет. Так сказать, таинственная личность. Анонимус. Анонимус анонист. Нет. Не анонист, а просто... Если ты анонимус, став лайк. Ну, в общем, если у тебя нет аккаунта на ютубе. Нету своего канала и так далее. Ставьте все эти люди лайки. Я сам таким-то недавно был. Сейчас не являюсь, раз вы видите это видео. Потому что это значит, что я выложил его. Как вожу кучку унитаз. Нет. Ну, сейчас полвторого ночи. Что вы хотите от меня? Чтобы я не говорил сам с собой? Чтобы я проходил игру, которую никто не знает без комментов? Или с комментами типа, вот, мне нравится эта игра. В ней хорошая графика офигенная. Исследование завершено. И если бы так все проходили и все делали, то Майнкрафт бы не купило даже 20 тысяч человек. А его купило... Сколько там? Нет, ну купило, я не помню. Миллиона четыре. Или может больше. А играет миллиона сорок. Я служу только вам, хозяин. Хозяин. Я тоже играю. Играл. Да, повелитель. Пока у меня несваримость Майнкрафта не началась. Вот не лезет мне Майнкрафт. Не лезет. Я служу только вам, хозяин. Я хочу у него играть. Экстра бис поставил там. Новый клиент собирался собирать. Собирался собирать масло масляное. Масло масляное. Но так и не собрался. А зачем мне это? Я служу только вам, хозяин. То есть, ну я начинаю его там. Хозяин? Поставил эти долбанные моды, а потом вхожу. У меня же был огромный мир со всеми этими модами. Пусть там, конечно, не было долбанного Грехтеха. У меня там не было... Мисткрафта новой версии. В котором недоступны там линкинг-буки какие-то. Но у меня все было хорошо в прошлом Майнкрафте. А здесь все заново. Опять тысяча лет задротства. Служу только вам, хозяин. Хозяин? Это хуже, чем World of Warcraft. Это World of Minecraft. Где все квадратное, как в фильме ужасов. Пожалуйста, дайте мне передохнуть. Я служу только вам, хозяин. Не делайте мне больно. Нет, хозяин, нет. Да, повелитель. Нет, хозяин, нет, да, повелитель, да. Следовательно, не будьте хозяином. Будьте повелителем. Хозяин это муж, повелитель это и любовник. Хозяин опирается на личном примере. Повелитель, ну в общем, повелитель, это как Холландский. Это тот, который имеет понты, но ничего более. Хотя, ну в этом и его прикол заключается. Возможно, он как раз таки наоборот. Он старается, скорее всего, показать, что вот понты, это плохо. Но ирония в том, что в таких ситуациях оказывалось, что понты это хорошо. Всегда. Исследование завершено. Я служу только вам, хозяин. Исследование завершено. Вот уже и варвары стали дешевле. Я сейчас их столько наделаю. Хозяин. Идем. Я служу только вам, хозяин. Сначала мы умерщвляем, потом начинаем пир. Мы идем. Идем на войну. Идем. На нас, как видите, нападают. Пусть, конечно, это и не такое нападение, которое прям так фатальное. Но... Исследование завершено. Это знак, что пора прекращать комментировать, и все. Это будет... Прохождение... В стиле не знаю, кого. В стиле какого-нибудь твит-чачи, как оно называется. Тут сайт, где задроты сидят. У меня тоже копье есть. Палку заточил там. Палку заточил там. Палку заточил там. Сила... Не надо! Орды. У меня копье. Готов сражаться. Во имя Орды где? Вы что, забыли своего повелителя? Я не знаю. Ты готов сражаться, и даже не знаешь, за кого ты сражаешься. У меня копье. Это если умные солдаты. Если глупые, за честь там, за доблесть какую-то. Ну, хотя... Да. Есть настолько умные или глупые, не знаю, как назвать солдаты, что считают разбой топлестью, и за него и сражаются, собственно. У меня копье. Готов сражаться. А потом кричат в тюрьме. Раньше еще на электрическом стуле. Что? Да вы там это... Не осмелились то, на что я осмелился. Уничтожить этот гнет бедных обиженных. Ну, хотя они отчасти правы. Ага. А вот и еще один наш бонус. Очень, кстати, хороший. И героя уничтожили. Доступны новые войска. Вот что значит. Варвара посадили, и к башням плюс 30 к повреждениям. Повреждения это самое главное, что нужно башне. Повреждения это, собственно, урон башне. Все остальное это говно. Так, что у нас? Туника капитана, видимо, собрата того, что вот здесь на корабле стоит. Плюс один к атаке. Интересно. То есть она атаку добавляет. И один боевой дух. Ну, боевой дух это хорошо. Он влияет на всех. В отличие от защиты той же. Попробуем пока Йон поносить. Но старую не будем выкидывать. Герой я больше не буду засовывать в башню. Так как варвары добавляют урона, то смысла в этом нет особого. Вот, 10 к повреждениям для варваров. Самый лучший апгрейд. 14-4 плюс 2. Сейчас мои варвары вам всем наваляют. По самые ананасы свои копья засадят. Они такие. Супермены. Та берсерка тоже качнем. Не знаю, Титана делать или не делать. Титаном. И в Африке Титан, но не всегда он нужен. О, я кое-что забыл. Штучку одну забыл. Изведование завершено. Так сказать, изюминку. Изюминку этой карты. А, Кландаик. То, ради чего конкистадоры прибыли в эту землю. Ну, не совсем. Не само здание. Совершенствование завершено. То, что в нем лежит. Готов сражаться. Для апгрейда не хватает чего-то. Изследование завершено. Доступны новые войска. Это странно. Меня копье. Готов сражаться. Что-то железо у нас дофига. Хотя варвары его типа и стоят. Блин, ну вы же достали меня. Тут, кстати, намного больше врагов на карте, чем вы, возможно, думаете. В этой игре самая геморная часть вот это вот развитие. Но на высоких уровнях так... Кстати, сколько уровней здесь в этой игре, вы ни за что не догадаетесь. Ну, я знаю... С помощью читов я докачивался до трехсотого с лишним. Дальше крашилось, не знаю, за читов или просто... Это просто бешеный уровень. К тому же здесь можно заморозить уровень героя. И он не будет развиваться. И, следовательно, никогда не крашнется. На определенном уровне, я думаю, это и стоит сделать. Но в прохождении до такого уровня мы не докачаемся. Может, до пятидесятого. Если, конечно, будут лайки. Ха! Ставь лайк, дружок, бро! Да, бро. У нас сестра есть. Ничего прикольного из этого не выходит. Из сестер вообще ничего прикольного не выходит. Особенно, когда они вырастают, из них иногда такое выходит. Не буду ее оскорблять, так сказать. Доступны новые войска и постройки. Мы как бы... Не в плохих отношениях. Она меня бухать с друзьями приглашала. Но она на семь лет меня младше, поэтому... Я сказал... Ты можешь это делать, если тебе отец разрешает. Но только не при мне. Чтобы я этого не видел в своем доме. Меня копьем готов сражаться. Меня копьем готов сражаться. Потом начинаем пью. Исследование завершено. Прямо таки... Тех-1 войска. Легкие штурмовые боты ОФЗ. Кто знает, о чем я. Но вы знаете, что вам делать. Я даже не помню, как эти штурмовые боты называются. Не люблю ОФЗ. Я за Кебран. Потому что они... Они белорусы. Все. Кебраны белорусы. Доктор Брекман не зря лысы и с усиками. Это реально. Вот так. Так что знайте. Будете обижать Лукашенко, он ваши мозги в баночки посадит. А Евросоюз будет говорить о том, что он диктатор. Да он не диктатор, он всего лишь ученый. Все ради науки, ради светового будущего. У него, кстати, даже девушка какая-то была. Даже невеста. Я на фотке видел ВКонтакте. Не, вообще ВКонтакте всегда только правду пишут. ВКонтакте, а в Одноклассниках, так там вообще кладезь информации. Ваши войска атакованы. Не забудьте на имиджборды заглянуть. Там вообще на какой-нибудь... Ну, я не знаю. Двача вроде бы уже нету. Я на нем никогда не был. Решил посмотреть, что такое Двача, а его уже нету. Ваша баса атакована. Готов стражаться. Ну что за гадость. Жене сегодня удалось. Меня копьё. Как я самый популярный, если я не школьников, в сайт пропустил, мимо своих глаз. И как его вообще умудрились закрыть. Я бы мог столько всего узнать. Блин. У меня сейчас начинается пассивно-агрессивный синдром. Меня копьё. Готов сражаться. А я хочу быть активным агрессором. Пассивный. Пассивный агрессор это как пассивный день. Много на себя берёт, но ничего из себя не представляет. Я копьё. Готов сражаться. Как хованские цивилизации 5. Что надо? Кто согласен? Ну, вы знаете, что тут делать? Если, конечно, смотрели предыдущую серию. У меня копьё. Готов сражаться. Ты меня звал? Ага. А? У меня копьё. Готов сражаться. Тебе повезло, варвар. Ты выживешь. Я иду. Готов сражаться. Ты единственный варвар-ветеран, который выжил в этом жестоком бою. А нет, вот ещё одни. Ну, тогда ты умрёшь. Вместе с ними. Что надо? Или нет? Что надо? Перегруппировка. Исследование завершено. У меня копьё. Нас зажали. Мы должны перегруппироваться и контратаковать. Для разбойников. Ещё бы 10 кваворов. 14 плюс 10 и 4 плюс 2. Вот, блин. Трицератопсы нападают. Трицератопсы. Не успел даже посмотреть. Ничего. Вы все тут помрёте. Подохните. Трицератопсы. У меня копьё. Готов сражаться. У меня копьё. Готов сражаться. Тестинго. Хороший тролль. Зулин, кажется. Из Варкрафта третьего. Огова Гарпии. Там живут Гарпии. Но они мне нафиг не нужны. Так как я люблю честно играть. Герой противника уничтожен. Угу. Пегас получил опыт. Значит, герой противника уничтожен. Это дробящая атака. Все орудия осадные ей владеют. Следовательно, она против зданий. Так что Пегасы против Басы, да. Просто золото. При том, что у осадных орудий это атака... Ну, Костяной Катапульты Нежити, например. 50 где-то. А здесь 34. Это просто золотые Пегасы. Против зданий. А колющая, я даже не знаю, против кого она. Это одна из худших атак. Но это ж варвары. Пока у них есть железо, они непобедимы. Ваши войска атакованы. Готов стражаться. Готов стражаться. Готов стражаться. Пегасня. Драконов я вам еще не показывал, но... обойдетесь кто хочет дракона пусть пишет куда-нибудь можете мне вконтакте написать вот кстати на этот посох я и заменил тот мэйдж плейд один скорости движения а у меня грифонов то нету про дать а здесь что 3 атака один боевой дух да пригодится а это вместо вместо вот этой магической прочесывайте здесь снизу барбариан и тубра пегасы пегасы ха 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 эти варвары у них вы не заметили хотя скорее всего заметили у них кожа серая кожа они наверно мертвяки и ваше здание атаковал а а а а а а а а Интересно, как я буду выкладывать эти видео, по 15 минут наверное, ограничение какое-то есть. Да, не люблю ограничения, никогда ни в чем не ограничиваетесь. Это урок. Будет ли заставка? Если кто-то думает, ну типа есть заставка, что ты говоришь? Я же записываю все в одно время, поэтому я еще не знаю, будет ли заставка. Зачем чинить здание, тратить на это ресурсы, если можно пегасом врезать этому наглому ублюдку. Да, я это не запикаю. Зачем пикать? Я и так кучу гадостей наговорю. Мне даже моя девушка говорила, что ты гадости такие говоришь? А я говорю, это призвание говорить гадости. Это судьба. Готов сражаться! Только об этом мало кто говорит, так как, например, когда ох, это судьба, так сразу, а как призвание гадости говорить, так это... Воспитание это исправит. Ваши войска атакованы. Вот что я скажу, воспитание фигня. Играют люди тут во взрослых. А на самом-то деле, большие дяди такие же несмелые. И если ты подойдешь там к Вауеву и попросишь у него мобильника одолжить, то... или к кличку, то он испугается и одолжить тебе его. Это сто процентов. Кто проверит, сообщите. Ну, типа, правда это или нет? Интересно было бы узнать этого смелого, замечательного человека. Который одолжил мобильник. У боксера или еще у кого-то. Ваши войска атакованы. Нет, ну все любят боксера. Боксер он парень работящий, все время месит что-то, чье-то лицо. Песня, чье-то вспомнил. Грущик, грущик, парень работящий. Это так. Меня копьер, готов сражаться. В том же ВКонтакте пишут. Вот, грущики. Ой, не грущики. В общем, почему девушки вы богатых любите? А кого им любить, бедных что ли? Или грущиков, да, грущик парень работящий. Некоторые этих любят, но о качестве. То есть, грущиков дофига ведь. И все любят девушек. И, следовательно, человек, который, ну, один из грущиков, который встречается с девушкой, которая встречалась, любит, в общем, грущиков. Готов сражаться. Ну, эта девушка, она уже довольно использована. Она уже не в лучшем состоянии, не в лучшем виде, как автомобиль с пробегом. Хотя, в принципе, никто этого не скажет, на самом деле. Та девушка, которая без пробега, это, скорее всего, уродина. Потому что другие девушки, они, как бы, с другими, более богатыми. Не с грузчиками. Но тоже с пробегом. На Феррари тоже катаются. Исследование завершено. А вот наш противник решил динозавров воспроизводить. Загон для ящиков. В другом месте. Кстати, их рабочие имеют способность невидимость. Готов сражаться. Очень полезно. Ну, не так полезно, как у гномов. Но все же довольно полезно. Пегасы. Пегасы. Золотокопытые. Ваши войска атакованы. Золоти копыты. Вот и все. Отправили в каменный век. Хотя они и так были в каменном веке. Но это было их главное здание. Пятого уровня. И теперь им придется грейдить до пятого уровня новое главное здание, если они собираются выиграть. А они не собираются выиграть. Я им этого не позволю. Предыдущая миссия часто была сложнее, чем эта. Тем не менее, там средняя, а здесь очень тяжело. От чего это зависит? От количества вражеских войск на карте. Так все знают. Это как с деньгами. Главное, не у кого больше войск, а кто их быстрее производит. То же самое с деньгами. Главное, не у кого больше денег, а кто их лучше зарабатывает. Или знает, как их получить. Но имея деньги, уже имея много денег, легче их заработать. Просто положить в банк и даже с миллиона один процент, если взять так по-хорошему. Но один процент это одна сотая от миллиона. Ну, миллион это тысяча тысяч. Следовательно, один процент одна тысяча. Десять процентов, в лучшем случае, это уже десять тысяч. Если взять миллион долларов, то это десять тысяч долларов. Десять тысяч долларов перевести там в рубли, в кривны, в зайчики белорусские. Во что угодно. Да, если просто так взять, вот, у них пособие по безработице, там, в Европе, примерно, тысяча евро. Ну, вот, почти это пособие может на треть меньше. Каждый месяц. Ну, это если по десять процентов годовых. А если найти по двадцать, тем более, что там же больше вкладов именно делают. И тем не менее, депозит никто тебе не скажет, вот, кладите у нас депозиты. Ну, это будет сразу же понятно, что это МММ сказала, кладите к нам депозиты. А они опять за свое. Так вот, никто не скажет вам, клади депозиты, но все скажут, берите кредиты. Ну, и все, мы выигрываем, да? А, нет, не выигрываем еще. Нужно все войска уничтожить, это дебилизм, но нужно. Дебилизм нужен, без него бы не было умных людей. Из кого же дебилы получат? Нет, из кого же умные получатся, из дебиловы еще. Самое главное, они достроили главный храм. А, ну это, у них рабочий не в главном здании изготавливается, это одно из отличий. А, в отдельной секте рабочих. Ну, вот у нас им снова уровень. Опять силу качаем, так как колкость и так нормально. У нас же ж варвар не должен быть слишком бегающий. Он должен быть уметь настучать по голове. Уже 250 здоровья. У дракона у некоторых столько. У нежити и у феи, я знаю наверняка, есть дракон лич, кажется. Или у феи волшебный дракон, а у нежити дракон лич. Так вот у них волшебная атака. И от этой атаки практически нет защиты. Ваши войска атакованы. А у феи в башен еще такая атака. Так вот у него, кажется, 250 здоровья всего. Но здесь это все равно много, потому что тут у этого 130 у первого. Я пока что даже не умею монтировать видео. Нужно за оставшиеся атакованы. 6 часов, пока мне не нужно будет идти в универ, научиться этому. Вот так. Я инженер. Чайка себе налью сейчас. Кто-то смеется. А вот и наши камешки. Не знаю, почему герой не мог такие сам выстругать. Их там дофига валяется. Но, видимо, они наделены магической силой. Боевой дух плюс 2. И 50% увеличение регенерации здоровья. И даже было место, похоже, в инвентаре. Или нет. На самом персонаже было место. И левела нам не дали. А вот и Fire Elemental. Он не очень особенный, но я его возьму. Не знал, что у куска огня бывают имена. Итак, эта серия подходит к концу. И я прощаюсь с вами до следующей серии. Смотрите еще. С вами был Алексей на канале Парадигма. И вы смотрели прохождение игры Warlords Battle Cry 3. Все. Пока.